Терминатор 2 Аппа... Ну прямо Терминатор 2 Смотри, что делается, а? О! Идите! Ядрить колотить! Вот вам и ядрить колотить! Ого! Это, наверное, сейчас печка появится. Ой-ё-ё-ё-ё! Ой-ё-ё-ё-ё! По вашему приказанию прибыл. Как всегда, в обмороке. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё! Опа-на! Вот она, машина времени. Та-а-а-ак! Берём муху. и устанавливаем ее на подиум. Ага, они туда попали. Так, машина времени запустилась. Куда же нас отправят? Опа, полетели! Подписываемся, друзья! Нажимаем колокольчики! Эй, привет, друзья! Это Аква Петька Васильевна Ильич 2, эпизод второй! Судный день, перезагрузка! Сегодня будем лечить Василия Ивановича от терминатора. Вытаскивать чипа будем. Опа! 58-й, 68-й, 69-й! Ого! Да тут точно терминатор в судный день! Так, поплатить кто будет за идею? О, идите! А то-ка! Еберич колотить! Пошечка! О-я-я-я! Второй! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Петька! По вашему приказанию прибыл! Как всегда, обмороки! Ай-я-я-я-я-я-я! Поднимай Василий Иванович в печку! Приводи в порядок! Ладно, погнали! Так, сейчас послушаем, они должны тут поговорить. Куда это нас зашвырнуло? Не иначе, как в Москву! Что-то не похоже! И то правда. Я припоминаю что-то про какой-то Брайтон-бич. Брайтон? Так это же в Америке. Ого! А как же мы с ними разговаривать будем? А чего? На Аглицком? Или ты не боешься, Петька? Отчего же? Хау-ду-ю-ду, Василий Иванович! Я тебе сейчас такую до-ю-до устрою! Ни один фриканец от своих не отличит! Понял! Молчу! Эй! Охот хоть какой! Заметим! Последнее, что я увидел, это цифра 69! Ишь ты! Аж на 50 лет, значит! Ну и отлично! Значит, тут у них наверняка коммунизм уже в самом разгаре! Главное теперь хорошего зока мальчика! Это точно! А то вдруг тут у них никаких болезней больше нету! И врачи отменили! Запомни, Петька! Если есть евреи, значит должны быть и врачи! А с чего вы взяли, что тут должны быть евреи? Ага! А климат? А море? А песочек? Интересная теория! Так, ладно, пошли! Надо поговорить с этим вот товарищем! Бомжом! Замахнулся! Если угодно, я могу воспроизвести вам мое генеалогическое... Дункан Маклау! Сенат нам твоей хинекологии! Лучше скажи, что ты тут делаешь? Ищу покой, забвение... Забвение? От чего? От крови! Если бы вы только знали, как мне опротивила жизнь... Эти головы... Хрясь, хрясь и одиночество! Да? Ведь я остался один, совсем один... А как же Ричи и Тереза? Они пытались сбежать вместе... Да разве от меня уберешь? Стыдно вспоминать... Да-да, стыдно и одиноко... Старому шотландцу... А почему они пытались сбежать? Не знаю... Да и какая, в общем-то, разница... Хотите, я расскажу вам, как ноют мои раны? Нет-нет, нам пора! Как-нибудь в другой раз! Вот так всегда... Опять останусь один... Судьба... Кто здесь? Кто-кто? Шпрот в пальто! А это вы пришли довестить умирающего? Умирающего? По крайней мере, от жажды! Может, помочь чем? Глоточек доброго шотландского виски... Он, безусловно, скрасил бы мой нехитрый досуг... А глоточек неразбавленного технического спирта не мог бы скрасить досуг отца шотландской демократии? Я думаю, торг здесь неуместен... А по-моему, как раз уместен! Это шантаж! Вы хотите разорить нищего старика? Пойдемте, Василий Иванович! Я знаю, тут неподалеку одно местечко, где можно превосходно промочить горлышко! Стойте, я согласен! Моя фамильная честь поругана ловкими аферистами, но любовь к родине сильнее! Только сначала вы должны мне принести целую бутылку настоящего шотландского! Давно бы так! Так... Пошли в эту дверь, там у нас будет пенедицца! Вот это террариум! Ничего себе заведение я! Добро пожаловать в обитель тетушки Ци! Ци? Ци! Что-то не похоже бы на китаянку! Да я вообще не похожа ни на что на свете! А чем вы тут занимаетесь? Я адепт древнего шаманского культа! В моих руках сосредоточены судьбы самых разных людей! А мы как раз хотели... Молчите! Я знаю, зачем вы пришли! Да мы в общем-то просто так! Нет! Вы ищите свою судьбу! Чем ты бутылки, что напоминает, да? Из первой игры? Подожди, Петька, дай человеку... Только черная! Может она предскажет наше будущее? Одно я знаю точно... Пока у вас нет денег, нет и будущего! А зачем нам деньги? Вы задаете странные вопросы, незнакомцы! Кто имеет деньги, тот имеет власть! Серьезно? Теперь понятно, что значит вся власть советом! Именно так! Я советую начать вам поиски человека, наделенного неограниченной властью! Издателя, что ли? Вы узнаете его, когда найдете! Ничего себе задачка! Ищите! И не возвращайтесь ко мне, пока не сможете заручиться поддержкой такого человека! О, попали! Так, ладно, пошли искать! Значит, нам нужно попасть в офис к формулам! Здесь, вот здесь! Так... Ладно... Посмотрим... Надо в магазин зайти! Да у них тут и впрямь на полках коммунизм творится! Я тебе так скажу, Петька! Нормальному человеку в таком изобилии делать нечего! Еще бы! От таких ассортиментов и рассудочность потерять недолго! Точно! Ага! Короче, план такой! Берем всего по два! Нет! По три! И уходим! Только быстренько! А то у меня уже глаза разбегаться начинают! Кофейку надо взять! Эх, кофейку бы чашечку! А ты в курсе, Петька, что это крепчайший сорт кофе с самых высоких гор Бразилии! Ай! С Гималаев, что ли? Сам ты с Гималаев! Бери чашку и не позорь меня! Откуда ты, Василий Иванович, знаешь про кофе-то? Чего изволитесь? А можно нам взять вот эти груши? И почему бы не взять? Груши сочные, хорошие, первый сорт! Отлично! А виноградика возьмете без косточек? Ух ты! Без косточек! Возьмем, а, Василий Иванович? Бери! А может, еще и колбаски наберем? Само собой! А может, ветчинки? Безусловно! Ну, давай, давай! Ширку? Обязательно! Газировки шипучи? Все непременно! И спирта! Бочку! Ну, Семен Семенович! В смысле, ну, Василий Иванович! Не переживайте так, молодой человек! Сейчас и спирт найдем! Целую бочку! Ведер на двадцать вас устроит! Вот это человек будущего! Да, настоящий друг! Настоящий коммунист! Приятно вам провести время! Спасибо! А пакетики вам не нужны? Премного благодарен! А донесете? Без проблем! А может, вам такси вызвать? А может, вы нас на руках дотащите? Не наглей, Петька! Шучу! Ну, ладно, нам, собственно, уже пора! Да, мы пошли! Как? Пошли? Куда пошли? А деньги? Спасибо, конечно, но это уже будет лишним! Да, денег нам не надо! Деньги при коммунисте! При коммунизме! Я тоже стал! Опять эти безработные! Набирают целый вагон, а потом отказываются платить! А ты еще с ними любезничай! Шуточки их идиотские выслушивай! Чего это он, а? Василий Иванович? Не знаю! Обиделся, наверное, что мы у него денег не взяли! Вон! 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 Из моего магазина! И продукты на место положите! Люмпины! Торгаш! Морда! Шпион африканский! Успокойся, Петька! Пошли отсюда! Нечего нам перед этим расставщиком душу обнажать! Хорошо, но мы еще вернемся! We'll be back! Чего? Он меня понял! Да, вот и покушали виноградику без косточек! Без косточек! Мы-то будем раскулачивать гада! Дело, говоришь, Петька! Надо проучить этого хрубияна! Может, мы его того? Бри твоей по горлу! Мелко мыслишь, Петро! Бери выше! Куда выше-то? Скальпировать, что ли? Ага, хе-хе-хе! Ты меня не так понял! Я хотел сказать, что насилием мы от него ничего не добьемся! Ага, с ним объедись! Насилием? Насиловать-то зачем? Я в такие игры не играю! Во-первых, как раз играешь! Именно в такие! А во-вторых, почему ты все время мои слова понимаешь в извращенной форме? А как еще их прикажете понимать? Да не собирался я, Петька! Да неужели ты мог хоть на секунду? Само собой! Я-то думал, как в криминальном чтиве! Красный шарик в зубы и поехали! А вы что же, сладко его хотели заманить? О чем ты говоришь? Да у меня и в мыслях! Хм, в мыслях говорите? Представь себе! Чужая душа! Потемки, между прочим! Или еще лучше! Глаза боятся, руки делают! Прекрати, Петька! Думай лучше, как нам проучить мерзавца! А я о чем? Хм, проучить! Кстати, а может курс Илоны Давыдовой? Ну это ты слишком! Лучше уж придвкай по горлу! Так, ладно! Собственно, у нас пока ничего нету! Что у нас тут открыто есть? Так, ладно! Пошли! Да! Ск schools, Моно! Пиши! Дабрось, Тянка, это ж я, Петька! И Василия Ивановича вот с собой притащил! Вы наверное что-то путаете! Меня действительно зовут Анной, но вас я не припоминаю! А вот ваш профиль, мужчина, мне знаком! Вы случайно в кино не снимались? Было дело! вот террас тоже мне вечная любовь с глаз долой сердца вон а вы собственно по какому вопросу к шефу твоему вот зайти надумали а он вас ждет нет но в таком случае вам придется прийти в другой раз я внесу вас в список посетителей под номером 761 позвольте барышни но никаких но вот влипли подожди петька не дрейф есть у меня для нее одна волшебная фраза ну-ка ну-ка сегодня ровно в 5 позади амбара василий иванович вспомнила что вспомнила у нее проснулась родовая память ну память прошлых поколений опыт предыдущих воплощений реинкарнации так сказать старый индийский фокус меня один заезжий йог обучил интересно и что же это происходило ровно в пять за амбаром это тебе интересно а науки не интересно интересно другое теперь она нас помнит и пропустит без очереди точно и иванович как же это вы и петька сокол мой ясный ну-ка признавайся что за амбар так у вас василий ивановичем состоялся прекрати истерику пётр ну ладно нам пора позже поговорим пошли к фурману в кабинет зайдем к фурману пошли так переключаемся пошли бааааа Василий Иваныч смотрите как этот фрукт устроился ну здравствуй политрук чай не ждал гостей Василий Иванович каким ветром опутным ты лучше отвечай как тут очутился А я вас сразу узнал. Отец про вас столько рассказывал. И Петька с вами. Ну надо же, прям как у деды в книжке. Ничего не понимаю. Это что, выходит внук нашего Фурманова? Вы поняли, друзья? Внук? Вылитый Фурманов. Фурманов. Мы к тебе не просто так. По делу пришли. Да. Это проект вселенского масштаба. Космический размах. Господа, бизнес не терпит праздных разговоров. Ну хорошо, выкладывай, Петька. Я? А почему я? Ты не тяни, видишь, человек занятой. Предложи ему что-нибудь. Ты же у нас главный по безумным проектам. Я... Я предлагаю... Предлагаю... Давай, давай, предлагай. Вы не торопите меня. Давайте хоть секунду подумать. Итак, я предлагаю продавать земельные участки на Луне. Что замахнулся? Мы организуем акционерное общество. И сначала будем раздавать акции бесплатно. А потом, когда от желающих отбоя не будет, резко взвинтим цены. Да, но все уже настроются и не смогут отказаться. Невероятно. Как же я не додумался до этого раньше. Надеюсь, господа, вам не надо объяснять, что успех операции зависит от ее конфиденциальности. Конечно, не надо. Мы и сами никому не собирались говорить об операции. Никому. Я прикажу немедленно напечатать первые акции. А вы зайдите ко мне чуть позже. Обсудим план дальнейших действий. Так, надо выйти. С замкой поговорим? Могу я рассчитывать на взаимность? Можешь рассчитывать на что угодно. Только ко мне не приставай. А если я предложу тебе руку и сердце? Лучше предложи ей печень и боль. Говорят, сейчас это дефицит. Хорошую печень отрывают с руками. Органами поры говорить будем. Американскую мечту, вы думали? Лучше уж яхту, океанскую. И счет в банке. Нет уж, лучше секс до первого обморока и путевку в санаторий. А по мне, так стакан водки и процессор шестого поколения. Зачем тебе процессор? Пусть стакана водки. Так, надо вот этот листочек поднять. Ой, Анка, у тебя листик какой-то упал. Ого. Ого. Да, Петька. Опять сдуло. Ладно, пошли опять в Формула. Алло. Вернулись? Вовремя. Акции готовы. Забирайте. А почему такая спешка? Я человек дела. Каждые мои секунды стоят доллар. Тогда мы пошли. Идите. Кстати, с вас полтинник. За что? Я же сказал. Каждые мои секунды стоят доллар. Ну и что? А моя десять. И моя. Да? Да. Не знал. Учти. Ну, ладно, ладно, ладно. К чему нам такие условности? Свои люди сочтёмся. Да, свои люди. Пошли, Петька. Пока этот аферист нас совсем без штанов не оставил. Да. И не забудьте распространить как можно больше акций. Еще задание он нам будет давать. Ладно, пошли, давай возьмем акции. Бери, Петька. Пойдемте, Василий Иванович. Так, все. Пошли. Но нам сюда еще надо будет вернуться. Так, выходим. Так, там еще закрыто. Ну, возвращаемся обратно. Так, надо в музей в один сходить. Так, скажем, музей. Посетители? Невероятно. Как вы сюда попали? По распределению? Нет, добровольцы. Добровольцы? Я не верю своим глазам. Зря. Добро пожаловать в наш музей. И так, все по порядку. Для начала я прочту вам вводный курс лекции. А затем и основной. Ну, что уж потом. Доберемся и до расширенного. Не надо, мы очень торопимся. Не хотите? Нет. И лекцию про Австрала Архиториуса? Нет. И про окаменелости пещерного медведя кроменьонского периода? Нет. Даже про особенности ритмики напевов у гавайских аборигенов? Не надо. Как же так? Я ведь приготовил прекраснейший набор тем. На самом деле мы пришли посмотреть в этот телескоп. Хорошо, смотрите. Только не слишком долго. Говорят, от этого можно слепнуть. Если верить всему, что говорят, ослепнуть можно от чего угодно. Тут и книжечка эта лежит, которая нам нужна. Ага. Ну-ка, посмотри, что там. Харе Кришна, Харе... Харе Рама... Хи! Он свечи летает? Можно мы еще в телескоп посмотрим? Валяете? Так, что-то не то. Я не могу взять это. Книга, помоги, Вода. Так, как это нам... Так, ладно. Ну, пока надо хотя бы гитару взять. Много раз белые пытались взять, Василий Иванович. Пока гитару надо взять. А тут есть здесь точно не место. Понадобится она нам в будущем. Так что, еще никак. О, обряды и ритуалы магии Вуду. Это то, что нам надо. Так, так. Четвертая, пятая и шестая. Как это нам ее взять? Скажите спасибо, что хоть так. Можно мы еще в телескоп... Да что такое? Что? Телескоп нам не нужен. Ладно. Что, тебе снится крейсер уже? Так. Куда? Ну-ка, давай вернемся обратно. Так, нам кажется, нужно зайти опять к этой подруге. К провидице. А эти все пьют. И пьют, и пьют, и пьют, и пьют. Пошли к провидице. Сейчас она должна что-то сказать. Вот, мы сделали все, как вы просили. Хорошо. А чего нам дальше-то делать? Это мне неизвестно. Может, все-таки и погадаешь. Для того, чтобы заглянуть в ваше будущее, мне необходима ритуальная книга по обрядам. Вот теперь мы ее можем сделать. Из нее точно воспроизвести ритуал вызова духов невозможно. Вызов? Духа? Неужели и эти теперь работают по вызову? Принесите мне книгу. И я устрою вам такой сеанс связи с Астралом, что мало не покажется. Да-а-а. Так, ладно, погнали. За книгой буду. Пошли еще раз туда. Сходим в музей. Попросим книгу. Можно нам взять почитать книгу заклинаний? Никак нельзя. Это единственный экземпляр. А вы сами ее читали? О, да. Неоднократно. Ну и как? На самом деле, мне порядком надоело. Все равно я в ней ничего не понимаю. Только в сон клонит. Вот если бы вы мне принесли что-нибудь историческое. Историческое? Мы подумаем. Так, пошли. Сейчас нам нужно подойти к пионеру. Из прошлых серий. Помните был там пионер? Павлик Морозов. Это моя Библия. Майнкамп. Мой капитал. Продаешь? Легко. А если в аренду? Только под залог. Разумно. Как это? Вообще-то это ветер? А что за предприятие? Концерн по продаже недвижимости лунный мальчик. А капитал это Карл Макс Фринген Энгельс. Продажа земельных участков на обратной стороне луны. На обратной? Значит солнечная сторона. И со всеми удобствами. Идет. Отлично. Солнечная сторона. Так. Акции взяли. Отдали. Пионеру. Забыл. Вот не поверите. И на старуху бывает проруха. И на старика. Ладно вам, Василий Иванович. Все напоминает вам. Пользуйтесь. Лишь бы прок был. Так. Чудесненько. Пошли обратно. Так. Сейчас надо применить на книгу. И там кое-что забрать из меня. О, шприц. Отлично. Как я и думал. Внутри сюрприз. Так. Ладно. Пошли теперь к нашему... Музейному экспорату. Ну? Вот принесли тебе тут кое-чего. Пойдет? Вполне. Поменяем. Книгу на книгу. А, замечательно. Так. Погнали дальше. Музейный экспорт. Пойдет. Угу. Пойдет. Пойдет. Пошлипали. Угу. Как нам у этого друга... Ну, нигде пока ещё не подкрывалось ничего нового. Так, зайдём на Далин, отдадим книгу и послушаем, что нам расскажет. Вы помните, мы кофе брали? Вот это для этого нужно было. Ох, блин, блин, птичками как она. Так, где там чашечка кофе? Опа. Подписывайтесь на канал, друзья. Подписывайтесь на канал, друзья. Так. Теперь можно и за дело. Правда, сейчас у меня не самый лучший контакт с Астралом. Что, провайдер подкачал? Так, и с кем мы там будем связываться? Что-то линия барахлит. Ну, да это не беда. Как говорится, дело житейское. Угу. Угу. Все собрали с него. Мне кажется. Угу. 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 Нифига себе. Вот это да. Угу. Приветствую вас в нашей астральной сети. Мой поисковый сервер к вашим услугам. Именем логина заклинаю тебя. Сообщи нам все, что мы желаем знать. Файл с таким именем не найден. Пожалуйста, повторите запрос. Вот и раз. Именем великого пинга. Повторяю запрос. Не молчи. Дай нам скорее приобщиться к великому знанию. Ой-ой-ой. Ошибка связи. Вы должны обратиться за помощью к разработчику. Повторяю. Обратиться за помощью к разработчику. Ой. Ой, друзья. Насколько это все умиляет, да? По-моему, нас надули. Разве вы не слышали? Он сказал обратиться к разработчику. Хм. Найдешь его как же. А вы попытайтесь. Не так уж это и сложно. Главное найти подход. Подход. Вот как. Так. Здесь у нас все еще не открывается. Так. Что нам делать? Что нам делать? Куда нам пойти? Ну, тут еще не открыто. Так. Там новое что-то появилось. Ну, ладно. Там кто-то, наверное, пока рано. Разрабочено. Так. Там нечего нам делать. Так. Ну, пошли. О, точно. К Фурману надо. Поговорим. Слушай, Фурманов, тут такое дело. Нам нужен врач. Хороший. Лучший из лучших. Да. Специалист. В какой области? В области морды. А, пластика. Скорее металл. Да. Это сложнее. Впрочем, есть у меня и такой специалист из наших. Наших? Ну да. Павлов его фамилия. Федор Айзикович. Понятно. Берет, конечно, недешево. Зато руки золотые. Оно и понятно. С такими-то ценами. Цены у него договорные. Сами будете с ним разговаривать. А вот адресок я вам на карте черкну. Потом посмотрите. Спасибо. Выручил. Раньше времени не благодарите. А будут еще идеи? Обращайтесь. Может, еще какой бизнес наладим? Угу. Так, вот. Чудесно. Там открылось. Туда можно зайти. Вот сейчас нужно с этим рокером переговорить. А может, все-таки устроим этому продавцу несчастный случай? Злопамятный ты, Петька! Да я ж не за себя. Я за народ. За народ? Ну ладно, давай. Тогда сейчас народ под это дело и организует. Вискина надо по-любому доставать. А в этом нам поможет этот рокер. Ты за протасов или за зерков? Я за таранов. У них баки крутые. Так, держать. Так. О чем это вы? Так. Общих знакомых вспоминаем. Так. 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 Отлично. Теперь мы идем к Анке. И просим у нее колгоски. Чулок. Подари мне на память свой чулок. А может тебе еще и платье подарить? Можно, конечно, и платье, но вот без чулка мне вообще не жить. Почему? Так. Понимаешь, Анка. Мы с Василием Ивановичем как-то хотим заплатить самолет и отправиться в Турцию. Ага. Со шмотками. Самолет заходить. А чулок зачем? А что нам, по-твоему, панталоны на бошку напяливать? А зачем вам вообще что-то куда-то напяливать? Вы ж террористы, а не какие-нибудь там грабители. Да. Верно. Мы с Петькой входим в состав комиссии. По контролю качества и количества нижнего белья. Да. А чулки и колготки первая часть нашей трехэтапной проверки. Ага. Так я вам поверила. Ладно. На самом деле у нас будет костюмированная вечеринка. И я буду изображать Пеппи длинный чулок. Вечеринка? Ну что ж вы сразу не сказали? А можно я приду посмотреть? Да. Я тоже приду. Всегда хотел посмотреть на тебя в чулках, Петр. Держи, фантазер. Вот тебе раз, вот тебе на. Вот вам и чулок на танке. Забираем чулок. Да. Погнали к рокеру. Чулок даем рокеру. И в магазин сейчас пойдем. Так. Вот тебе камуфляж. Клёво. А трусиков там елок. Чё, нечего трусики делать? Молчи, извращенец. Молчу. Ну если что, имей меня в виду. Погнали в магазин. Так. По делалому все. Ух ты. Какая колбаска. Ой. Оооо. Хм. Ооо. Ты такого в жизни не видел, Петка? Ооо. Ты такого в жизни не видел, Петка? Ооо. Отдаёт Подожгли крышу Байкеры-рокеры Если бы не вы, он забрал бы у меня все чипсы Больше вы его не увидите Слово красного командира Вот это да Угу Вы нас обижаете этими грязными намёками Ну что вы, как можно Теперь я понимаю, что ошибался в вас И в знак благодарности готов презентовать вам Любую вещь с моих полок Вот это мужской разговор А чего нам надо было, Василий Иванович? Да чёрт её знает Можете газировки попросить? Для таких мачо Никакой газировки Какие мачо? Я ещё в прошлый раз обратил внимание на ваши пристальные взгляды Не было никаких взглядов В сторону этой бочки спирта Ах это, это да Спасибо, только что нам с ней делать? Лично вам, молодой человек Спирт может пригодиться в борьбе против прыщей Чей? У меня положим Это возрастное Так что ваш опыт вряд ли пригодится Ладно вам, не ссорьтесь Найдём ему применение Найдём Вот, и я так подумал Ого Это 200 литров? Ну Так Забираем И тут же меняем Тут же отдаём его И меняем на шотландское виски Лучше заберите эту бочку себе А нам дайте бутылочку шотландского виски И какой-нибудь закуски У меня только собачьи консервы Давай Ну как хотите Так Какое-то интересное виски получилось Хоть и шотландское Забираем Виски шотландские Один литр Как вы думаете Настоящие? Для тебя что, Петька, горец? Кстати Вы случайно ничего не забыли нам дать? О чём это вы? Баночки Ах, да Закуска Держите А так бы и не отдалось И не сказали ничего Вот Вот так-то лучше Зад такой Хитрющий Так, ладно, выходим Погнали к нашему Другу У него надо взять камень Так, что-то у нас не получается Надо подойти к нему И Сразу дадим виски Ну-ка Да 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 родина гони камень гнида неужели вы думаете что маккала способен нарушить данное слово забирайте не утомляйте меня больше своим обществом я хочу остаться один не с кем не делиться с виски так чудес теперь погнали 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 пошли там у нас ту больничку сходить но прежде надо успокоить собачку я там возьмем консервы и дадим собачки вот она так сперва бы хоть банку скрыл ничего и так сожрет нашли сейчас мы попадем к доктору здравствуйте молодые люди чем пожаловали сейчас легко не сомневаюсь хотя так говорит большинство моих клиентов требуется квалифицированная медицинская помощь очень квалифицированная если отвлечься от того что я содействие сектор в третьем поколении мои операции всегда проходят безукоризненно однако вы даже не спросили в чем дело поверьте мне это неважно с таким громадным опытом как у меня интуиция полностью заменяет знания ну да возможно если вы не боитесь боли потерплю это не обязательно я могу ввести вас в болевой шок так что спустя очень короткое время вы перестанете реагировать на внешние раздражители шок это по-нашему по-нашему в современной частной клинике не найдется обезболивающих средств а зачем боль моя специальность мое призвание если хотите да вполне могу несколько суток поддерживать вас на грани обморока без малейшего снижения качества болевых ощущений тогда мы лучше сами поищем что-нибудь обезболивающее как вам будет угодно хотя на мой взгляд вы упустите без зло новых ощущений Так, пошли обратно к Рокеру. Оооо, горячит. У Рокера нужно обменять шприц на обезболивающий. Обезболивающий это населящий газ. У тебя случайно нет обезболивающего? Даже лучше. У меня есть баллончик с веселящим газом. Дашь попробовать? Да отнимай, одно приятное. Тем более. А вы мне что? Хм, подумать надо. Шприц, Лен. А мы тебе шприц дадим. И чего мне с ним делать? На байк вперёд повесишь. Можно будет на голубей охотиться. Ого. Ну да ё-о-о. Я что-то придумал. Вот эта голова. Да я бы с такой головой президентом бы стал. Подумаешь, президентом. Вот если бы резидентом. Это местечко уже забили. Почти на смерть. Да ну вас. Значит, согласен. Однозначно. С детства ненавижу голубей. Серьёзно? Я тоже. Вот спелись. Ладно, держи свой шприц, голубятник. Так. Пошли к доктору. Сейчас надо с ним поговорить. Отдать веселящий газ. Вот, принесли. Правда, это не совсем то. Веселящий газ. О, готов признать, я ошибался в вас, господа. Он не убирает боль, но заставляет смеяться над ней. Редко встретишь столь тонких ценителей. Значит, можем начинать? Увы. Несмотря на кажущееся благополучие, состояние моих дел плачевно. Прежде чем мы приступим, мне необходим ассистент, способный привести в порядок мою операционную. Значит, нам теперь ещё и ассистента искать. Заставить вас я, конечно, не могу. Но пока его нет, сдвинуться с места будет невозможно. Вот вам ещё один опар. Пошли к ассистенту. Так, вот теперь сюда найдём. В форточнику. Это что? Грр, блин. Послушайте, ну сколько можно? Почему? Каждый приходястий обязательно считает своим долгом что-нибудь тут разбить. Не надо так было близко к дверям ставить. Да тут как ни поставь. Недавно один вообще озверел. Врывается с криком «Смерть форточком!» И давайте всё колотить. Пришлось самец его зарезать. Опасный у тебя бизнес, как я погляжу. И всё бы. Кругом одни конкуренты. Надо постоянно выдумывать что-то новое. Так. Послушай, мальчик. Предложение. Мальчик, у меня имя есть. Билли. Билли Гайтиф. Хорошо, хорошо. Билли Гайтиф, короче говоря. Билли? Да. А мечта у тебя есть? Есть. Я мечтаю снабдить своими фоточками каждый дом в мире. Похвально. А как ты собираешься это сделать? Пока не знаю. Хочешь совет? Давайте. Не обижайся? Но тебе стоит подумать о карьере. Да. Парню в твоём возрасте уже необходима настоящая мужская профессия. Настоящая профессия. Мужская? Да. Хочешь быть программистом операционной системы? Программистом? А как же мои форточки? В том-то и весь фокус. Ты сможешь продавать форточки с помощью компьютеров. Да? Да. Но сначала ты должен научиться ваять операционные системы. Да, это сложно. Потом ты заставишь всех покупать свои форточки. Да. А потом? А потом ты поставишь на колени весь мир. Ого, замахнулись. Да. А потом? Потом. Я завоюю в вселенной. Помогу им создали молитву монстра. Да. Переборщили чуток согласен. А что нам оставалось? Антигуба за катинчик у тебя надо. Не хочу его ещё больше распалять. Не пугайся, Петька. Он просто чуть-чуть посидит, покопается в операционной. Ага. А потом завоюет весь мир. А нам расхлёбывать. Так, ладно, пошли. Так, ладно, пошли. Сейчас кое-что ещё потребует врач. Всё им лично мало. Вещь нам чего-то не хватает. Поговорим. А вот и мы. Я смотрю, ассистент уже за работой. Ничего не скажешь, расторопный молодой человек. Даже слишком. Первым делом он сказал, что отныне здесь всё будет работать параллельно. Затем потребовал для чего-то принести ему мышь. А потом долго жаловался на то, что ему не хватает места. Конечно. И все никогда не хватает места. Может и так. Но с того момента, как он приступил к работе, у меня во время операции уже трижды выключался свет. Меня самого это не сильно беспокоило. Но вот пациент пришлось отравить. Ну теперь-то всё наладилось? О, да. Тогда в чём проблема? Не в чём. Если у вас есть деньги. Миллион. Сколько? Нифига себе я стою! Мы согласны. Делайте вашу операцию. А предоплата мне понадобится как минимум половина суммы вперёд. Это сложнее. Придётся продать мои фамильные бриллианты. Надо что-то придумать. Да, придётся экономить. Отказывать себе буквально во всём. Я серьёзно. Мы уже столько... Буквально во всём отказывать. Не бросать же теперь всё из-за этого какого-то там миллиона. Вот беда-то. Да вы видели, чё он там админ делает? Молодит компьютер. Так, дадим камушек ему. Который нам нужен был когда-то. Как вы посмотрите на бартерную сделку? А что вы можете предложить? Как я и говорил, придётся заложить фамильные драгоценности. Это всё. Я оцениваю этот камень примерно в полтора миллиона. Я же говорил, Василий Иванович, камушек что надо. Погоди, Петька. Не тараторь. Ну, поймите меня правильно. Продать его больше, чем за треть этой суммы, будет непросто. Если он нам откажет, я с нему... Ну вот, вот. В этом вся суть. Поэтому я смогу засчитать его только как аванс. А на остаток суммы мне потребуется гарантия. Нет проблем. Я лично готов прогарантировать абсолютно всё, что угодно. Спасибо. Но я имел в виду гарантии со стороны третьих лиц. Значит, за нас должен кто-то поручиться. Именно так. Хорошо. Мы попробуем что-нибудь предпринять. Ну, пошли к Фурману. Поговорим. Ну и что? Почти договорились. Так в чём же дело? Не хватает нам немного. Может, одолжить вам? Под процент. А, сейчас. Отработаете. Как? Ну, что вы умеете делать? Хм. Я на балалайке могу. На балалайке? Хе-хе. Что ж. А я на баяне. Вот это лишнее. Хотя. Хм. Может, действительно тряхнуть стариной и устроить небольшой галоконцертик? Конечно. И время проведём. И для имиджа полезно. А, остальные... Пойдёшь, я пройдёшь, я собрался записываться. Есть у меня пара мыслей. Ну, чёрт с вами. Уговорили. Как соберётесь, дайте знать. Дадим. Кстати, этот коновал требует с нас гарантий оплаты. Как насчёт того, чтобы ты за нас поручился? Кто бы за меня поручился? Ладно уж. Замолвлю за вас словечко. По старой памяти. Спасибо. 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 Ладно, выходим. С Анкой поговорим. Признавайся, Анка. Хочешь стать рок-звездой? Звездой? Конечно. У меня даже своя группа была. Может, слышали? Троянка из Гадюкина. Анка. Троянка. Анка. Партизанка. Анка. Куртизанка. Куртизанка. Партизанка. Хе-хе. Дам у тебя пейска. Видишь, ты надругаться хочешь. Не обращай на него внимания. Троянка. Мало он еще надругаться. Значит, согласны. А то мы тут с Петькой видоимеем гала-концерт забабахать. А на бас-гитару как раз человека не хватает. А гитар-то у вас есть? Найдем? Есть. Тогда без проблем. Несить гитару, а за мной не постоит. Так что не зря мы тогда гитарку взяли. Да, друзья? Я не знаю, что я сейчас чем трахну. Вах, боюсь, боюсь. Гитару. Приманки. Ура! Вот это инструмент. Да. Настоящий фендер. Стратокастер. Ручная работа, между прочим. Из цельного дуба. Сам ты из цельного дуба. Это ж тебе не балалайка какая. Ну что, нравится? Спасибо, Василий Иванович. Можете на меня рассчитывать. Я обязательно приду. На гала-концерт. Так, пошли дальше. Выходим на улицу. На набережную. Что-то тут. О, на набережную. Пошли к пионеру. А как ты смотришь на то, чтобы побарабанить сегодня вечером у нас на Сейшине? Побарабанить? Это мысль. Стучать люблю. С детства. На барабанах с детства. Значит, придёшь? Приду. Вот это лис... Стучать он любит. Павлик Морозов. Вы помните, кто был в Павлик Морозов? Пошли к врачам. А, надо сначала с Фурманом поговорить, да. Мы готовы. Как всё быстро делается. Если что, я позвоню. Расс, это серьёзно. Пошли к врачу. К доктору. У-у-у. Рычит. Собака Баскервейн. Так. А кто будет вашим гарантом? Один наш общий знакомый. Кстати, это он нас сюда и направил. Общий знакомый, говорите? И где же он? Обещал позвонить. А? Нет. Чего-то, раздей. Нет, это Петька. А мы как раз собирались вам звонить. Хорошо, передай ему, что я готов за вас вручиться. Он как раз тут рядом. Слышу, слышу. Кричать необязательно. Чай не на базаре. Ну что, достаточно вам такой гарантии? Честно говоря, нет. Ну, так уж и быть, в виде исключения. Куда тут денешься, дорогой? Сейчас из вас конфетку сделаю. Погнали. О-о-о-о, да. Петька, ну что там у вас? Увел канавал. Ох, боюсь я за Василия Ивановича. Засадирует его этот вибисектор. Да ты не сомневайся. От него еще не один клиент. Я не уходил тоже. Не знаете. Прекрасив митье и слушай сюда. У меня важный дом. Пока вы там, Василий, я окончательно все организовал. У меня тут полный аншлаг. Ты должен выезжать прямо сидя. А как же Василий Иванович? Чего ему будет? Гарантируете? Иди туда же. Иначе я остаюсь. Ну, хорошо, хорошо. Жду тебя здесь ровно через 5 минут. Выезжаю. Да, вот и началось. О, как Анкова дает. Ну, рокеры. И даже СНН снимают. Вы видели? Судный день. Подумаешь, я тоже могу. А? Трифач. Это легко. Гитару вон могу сбацать. Это что еще за штука? Стратокастер. Настоящий фендер. Вот здесь вон страна. Ручная работа, между прочим. Из цельного дуба. Хочешь стать рок-звездой? Сбацай-ка, чонеч. А можно посмотреть? Конечно. Давай, бурку сбацай. Мурку. Так, ну что, друзья. Закончили мы вторую игру. Но впереди у нас еще... Так, да. Подписывайтесь. Нажимайте колокольчики. Впереди у нас еще много игр всяких. Итак, друзья. Приходите на канал к нам. Подписывайтесь. Ставьте колокольчики. Оставляйте комментарии. Вылетый я в молодости. Ждем вас в гости. А, Билл Бэк. А в следующей серии мы... В следующей части мы посмотрим... Это еще не конец, друзья. Фурманов не сказал тебе всей правды. Твоя? Он сказал достаточно. Он сказал, что вы убили моего отца. Нет. Он соврал тебе, Петька. Я твой отец. Итак, продолжение следует. Ждите. Впереди будет много интересного. Часть третья. Возвращение Аляски. Друзья, мы с вами. Да. Петька. В руле Петьки. Посмотрим, кто у нас будет в следующей серии. Аномалия. Вспомнение ролей. Это очень интересно, друзья. Там все будет немножко по-другому. Инопланетян уже практически не будет. Пока, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.